Я Иисус Христос, родился из земли, воздух мне поднял, за две недели все насажал, сейчас живем на юптюне, всех народил на свет, все погоны, в космосе был, все войны прошел, все ордена у меня. Ко мне явился злой дух, сатана он называется. Моя душа вот такая, сатана вот такая. Я не в силах удержать голосовые свои связки. Плохо мне работать, не могу работать. Убью всех, убью всех, уходи! Психические заболевания могут сопровождаться изменениями личности и нарушением ее связи с окружающим миром. Долг врача-психиатра вернуть больного к созидательной деятельности. Что вас беспокоит? Все беспокоит. Вы давно здесь? Где вы находитесь? Что это? Это луна. Луна? Да. Вы на луне? Что же вы делаете на луне? Сейчас день или ночь? День. День? Нет, ночь, ночь, ночь. Ночь? Вы слышите голоса? Да. Какие голоса вы слышите? Разные. Разные? Разные голоса. Мужские или женские? И мужские, и женские. Острое начало шизофрении. Параноидный синдром. Состояние растерянности, бредовые идеи фантастического содержания. Больной назначается инсулино-коматозная терапия. Перед началом лечения проводится тщательное соматическое обследование терапевтом. Исследуется электрокардиограмма. Определяется гликемическая кривая. Анализы крови и мочи. Ежедневно натощак больному вводится инсулин в начальной дозе 4 единицы с ежедневным наращиванием доз на 4-8 единиц до наступления гипогликемической комы. Дозы инсулина регистрируются в специальном журнале для инсулинотерапии. Спустя несколько дней, еще на малых дозах инсулина, через 1,5-2 часа отмечается состояние расслабленности, сонливости, резкой потливости. При дальнейшем увеличении дозы наступает глубокое оглушение. Оно может сопровождаться двигательным возбуждением. Реакция зрачков на свет сохранена. Могут наблюдаться симптом хоботка, обильное слюноотделение. У Тани Ивановой состояние оглушения продолжает нарастать. Таня, Таня, как ты себя чувствуешь? Таня. Прошло еще несколько дней. У этой больной состояние гипогликемической комы. Отсутствуют реакции на звуковые и болевые раздражители. Нет реакции зрачков на свет. А у Тани Ивановой на 90 единицах инсулина прекоматозное возбуждение. Ой, мамочка, знаете, что я больше так никогда не буду? Ой, мамочка, я больше так никогда не буду. В коматозном состоянии больная находится не свыше 30 минут. Кому кубируют внутривенным введением 20 миллилитров 40-процентного раствора глюкозы. Лариса, как вы себя чувствуете? Сахар будем пить, Лариса? После выхода из коматозного состояния больной дают выпить 200 граммов сахарного сиропа. Через несколько дней у Тани Ивановой наступила гипогликемическая кома. В коматозном состоянии наблюдается гипотония мышц, могут вызываться патологические рефлексы, рефлекс Бобинского. После введения глюкозы и сахарного сиропа больной дают завтрак, богатый углеводами. Курс лечения состоит из 20-50 ком. Обычно кома наступает в пределах 60-120 единиц инсулина. Таня, вы говорите, что чувствуете себя хорошо. Это совсем хорошо или что-то еще остается от прежнего болезненного состояния? Еще остается осадка какой-то нехорошая. Утомляетесь быстро? Да, когда читаю. Сегодня вы читали какую-то книгу? Была книга о оперативных работниках милиции. Текст имел особое значение. Какое? Что это было за значение? Ну, там на картинке сидела девушка в туфлях. Мне показалось, что это туфли мои. Почему вам так показалось? Потому что мне показалось, что это имеет отношение ко мне. Вы понимаете, что это не так? Понимаю. Скажите, давно у вас появилось понимание того, что состояние было болезненным? Нет, не знаю. А раньше состояние было каким? Состояние было ужасным, мне кажется. Мне казалось, что я на Луне. Как на Луне? Мне казалось, что меня все оставят, бросят и я останусь на Луне. Почему же вы полагали, что вы на Луне? Просто в комнате было холодно, мне так казалось. Из-за того, что в комнате... Даня Ивановой лучше. Но это еще не ремиссия. Поэтому дальнейшую инсулинотерапию следует сочетать с лечением психотропными средствами. Из трех основных групп психотропных средств, нейролептиков, антидепрессантов и малых транквилизаторов, при лечении шизофрении основное значение имеют нейролептики с выраженным антипсихотическим действием. Кататонический синдром может проявляться состоянием общего двигательного заторможения. Это кататонический ступор. Симптомы восковой гибкости, негативизма, мутизма. Воздушные подушки. Симптомы восковой гибкости, негативизма, мутизма, 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 мутизма. Вычурные мимика и позы, речевая разорванность, неадекватность реакции. Больной с галлюцинаторно-параноидным синдромом. Как вас зовут? Вы не разговариваете? Почему вы не говорите? Вам мешают голоса? Написать мне, пожалуйста. Виктор, вам кто запрещает говорить? Голоса? Вы слышите мужские голоса? И женские? Только мужские. Это один голос? Много голосов слышите? Они запрещают вам говорить. А запрещают они вам лечиться, кушать. Вы считаете себя больным человеком? Вы долго так не говорите? Три дня? Три недели? Три месяца? Три года? Вы не говорите на протяжении трех лет? Родилась необычно. Я родилась от отца. Парафренный синдром с нелепым фантастическим бредом. И родил он меня как женщина. И только был с мужским лицом. Когда я была в желудке отца, то я все видела. Мне тогда было 17 лет, а папе было 19. Я выросла сразу. Когда я родилась, папа мне надел кольцо. И сказал, ты будешь моей женой. Сюда в клинику приходят ко мне мужчина и женщина. Мой папа отдал им меня на воспитание. Сюда они приходят и называются моими родителями. Однако же они приемные. Теперь Таня Иванова в дневные и вечерние часы получает трифтозин. Начальная доза 5 миллиграммов в таблетке. Максимальная 80-100 миллиграммов в сутки. А в утренние часы продолжается инсулинотерапия. Для лечения кататонического ступора применяются различные нейролептики со стимулирующим эффектом. Больному назначен фриналон в ампуле 5 миллиграммов. Дозы постепенно повышаются. На ночь назначается аминозин внутримышечно. Улучшение состояния позволяет заменить инъекцию таблетками. Дозы снижаются до уровня поддерживающих. При шизофрении необходима поддерживающая терапия, которая способствует удлинению ремиссии. При гибифреническом синдроме показаны наиболее активные психотропные препараты. Например, мажептил и аминозин. Лечение начинается с внутримышечных инъекций. Дозы постепенно нарастают. Присоединяются корректоры. Рампаркин, циклодол. При улучшении состояния инъекции заменяют таблетками. Поведение стало адекватным. В этих случаях можно осторожно и постепенно перейти к снижению суточной дозы лекарств. Для лечения бредовых синдромов можно применять галлоперидол в инъекциях. Или в таблетках. Максимальная суточная доза галлоперидола до 50 миллиграммов. Павел Владиславович, подойдите ко мне. Садитесь. Скажите, как вы себя чувствуете? Хорошо. Какие изменения произошли с начала лечения? Вот раньше я не мог двигаться, говорит, а сейчас я могу. Спасибо. До свидания. До свидания. Николай Михайлович, как вы теперь себя чувствуете? Спасибо. Теперь я чувствую себя хорошо. Вы помните, что с вами было раньше? Да, помню. Что же было? Не знаю. Мне сейчас трудно об этом сказать. Чувствовал постоянно какое-то возбуждение. Даже вспоминать об этом неприятно. По-моему, это была болезнь. Вы можете мне сказать, сколько времени вы находитесь в клинике? Да. Два месяца, десять дней. Многовато. Состояние всех больных после лечения улучшилось. Исчезла психотическая симптоматика. Появилась критика. А у этой больной лечения галлоперидонам не дало эффекта. Я заснималась в нескольких фильмах, в французских. Развод по-итальянски. Жажда. Самая красивая. Я сейчас поддерживаю связь с Гюнтером Сашем из Бриджит-Бардо. Иногда я слышала голос с Гюнтером Сашем. При стойком параноидном синдроме показана активная терапия нейролептиками. Например, трифтозин и препарат Р-62-18, который, как и Мадикейт-Депо, нейролептик пролонгированного действия. Виктор Григорьевич, скажите, пожалуйста, вам ничто не мешает со мной беседовать? Нет. Скажите, пожалуйста, что осталось у вас от болезни? Скованность. Скованность – это побочное действие галлоперидола. Побочные действия и осложнения при лечении нейролептиками разнообразны. Я могу поступить к работе и к ученым. Скажите, пожалуйста, Володя, что вас беспокоит? Меня беспокоит кивами и глазами. С чем вы это связываете? Врачи говорят, что это связано с приемом медикарта. Каких имена? Мажептиль, аминазин. Когда это возникает? Это возникает при ходьбе и при жевании. Вам трудно есть? Да, трудно жевать. Я хочу посмотреть, как это у вас получается. Пожалуйста, попробуйте этот бутерброд. Сейчас попробую. Это тризм лицевой мускулатуры. Он является осложнением нейролептической терапии. Другим осложнением является синдром акотезии. Что с вами, Михаил Петрович? Сядьте, успокойтесь. Сядьте. Что с вами? Дрожь в ногах, усидчивости нет. В движениях я покойно хожу себя. Сидеть невозможно долго, потому что трясется, руки, ноги дрожат. Ну-ка, руки мне покажите. Сидите. Дрожат руки? Немножко дрожат. Тремор конечностей и акотезия – проявление побочного эффекта нейролептиков. Они снимаются корректорами, ромпаркином, циклодолом, паркопаном и применением кофеина. Под влиянием корректоров исчез тризм мышц лица и восстановилась способность есть. Эта депрессия вызвана приемом нейролептиков. Она является опасным осложнением. Необходима отмена психотропных препаратов или снижение их дозы. Нина, как вы сегодня себя чувствуете? Я не хочу ни с кем разговаривать. Я никогда не видел. Я хочу быть здоровой. А хотите вы быть здоровой? Не знаю. Речевая и двигательная заторможенность при эндогенной депрессии. Плохо мне не могу работать. Не могу читать. Не могу писать. Все плохо. А почему вы так медленно отвечаете на мой вопрос? Мне трудно думать. Расскажите мне, как началась болезнь? Простите, доктор. Я не могу об этом говорить. Говорите. Почему? Мне так тяжело. Почему у вас забинтованы руки? Порезал. Кто порезал? Я сам. А почему вы это сделали? Депрессивное состояние. Суицидальная попытка. При депрессии применяют милипромин. Антидепрессант стимулирующего действия. Доза препарата постепенно нарастает от 25 до 300 миллиграммов в сутки. На ночь назначают тизерцин. Депрессия в инволюционном возрасте. Осложненная тревогой, с двигательным беспокойством, бредовыми идеями, самообвинения. Вся жизнь у меня неправильно построена. А что именно неправильно? Все мои действия, все мои действия какие-то неправильные были. А что, например, неправильно? Все, все то, что пережито с самого начала, все, вся моя жизнь неправильная. Тревога, тоска, вот в груди-то, тоска. Я от тревоги не могу посидеть. Мне все время хочется двигаться, двигаться. При тревожной депрессии показано комбинированное лечение трептизолом и тизерцином. Можно назначать настойку опия. Саду, саду, саду винограда, чак-чак-чак-чак-чак. Ромела! Бурат-тампоны, бурат-тампоны. Ходимый подруг. Я соглашаю. Поддержу, подержу. Любимый подруг. Вы себя считаете здоровой или больной? Чем? Вам надо лечить... Маниакальное состояние с речедвигательным возбуждением и эйфорией. Ну, с чем больна? Вы мне скажите, что лечиться надо. Да вы же сумасшедшие уже. Дайте ему что-нибудь такое, укалите его, чтобы в дизы-то мыслить. Для купирования возбуждения применяют внутримышечное введение нейролептических средств. Например, аминезина. Как себя чувствуете, а? Расскажите мне, пожалуйста, как себя чувствуете сейчас, а? Ничего. Как настроение сейчас? А вы? При маниакальном состоянии проводится курсовое лечение большими дозами нейролептиков. Большой судорожный припадок. Фаза тонических судорог. Во время эпилептического припадка в одном из участков мозга возникает очаг возбуждения. Увеличиваясь в размерах и генерализуясь, возбуждение охватывает весь мозг и распространяется на кору и подкорковое образование. Для диагностических целей применяется исследование биотоков мозга. Электроэнцефалограмма характерная для малого припадка. А это для большого. Фаза клинических судорог. В избежание асфиксии и травматизации необходимо вставить шпатель и повернуть голову больного на бок. В тяжелых случаях судорожные припадки следуют один за другим, и больной не приходит в сознание. Это осложнение называется эпилептическим статусом и грозит больному смертельной опасностью. Вы видите затухающие клонические судороги. Однако припадок не заканчивается, вновь переходит в тоническую фазу. Эпилептический статус требует экстренного врачебного вмешательства. Судороги мгновенно снимаются миорелаксантами. Одновременно производится интубация, и больной переводится на управляемое дыхание. Для поддержания сердечной деятельности вводятся сердечные глюкозиды. Катетером спускается моча. Для борьбы с отеком мозга внутривенно вводят глюкозу и подкожно инсулин. При повышении артериального давления внутривенно вводится серно-кислая магнезия. Через капельницу поступают диуретические средства типа новурита или лазокса. Активная терапия проводится непрерывно до полного купирования эпилептического статуса. Сознание восстановилось. Малый припадок характеризуется внезапным кратковременным выключением сознания. Больная не падает, а застывает в той позе, в которой ее застал припадок. После окончания припадка больная сразу приходит в сознание и может продолжать прерванные занятия. Что-то случилось, Зоя? Да это, наверное, приступ был. Какой приступ? А у меня бывает так иногда, по несколько раз даже в день. Я вот совершенно не помню. Как-то все темнеет так-то. А из рук падает. И книги. Я вот дома всю посуду даже перебила. У меня был случай с утюгом. Видите, руку обожгла себе. Да, надо вам быть осторожнее. Скажите, а вот вы лечитесь у нас. Припадки стали реже? По-моему, реже стали. А с чем вы лечитесь, вы знаете? Мне дают лекарство Триметин. Может, лучше будет, не знаю. Основным терапевтическим принципом является длительность и непрерывность лечения. Постепенная замена одного препарата другим или комбинированная терапия. Эффективность лечения зависит от непрерывного приема лекарств. Перерыв в лечении учащает припадки. Кроме противоэпилептических лекарств, больные принимают также средства, нормализующие обмен веществ, сосудорасширяющие препараты. Таня, посмотрите на меня. Танюша, опустите руки. Ну что беспокоит вас? Расскажите. Слышь. Опустите руки. Зачем вы трете глаза? Чтобы не видеть? Таня, вот сейчас уши. Почему вы закрыли? Что все время? Видите или слышите? Больная. Я не поняла. Сумеречное состояние сознания. Больная дезориентирована, недоступна контакту, выраженные аффективные нарушения. Инъекция аминозина и дегидратирующие средства применяются при купировании сумеречных состояний. Что было вчера и позавчера, вы помните? Нет, не помню ничего. Ничего не помню. Отчего было? После окончания сумеречного состояния сознания отмечается полная амнезия всего периода сумерек. Да, теряю сознание. Не пойду я. Не пойду я. Вот меня с ней нервы. Король, вот посмотрите. А что толку? На что толку отмечения? Нет, я не верю в ничего. Не хочу. Война успокоится. Что происходит? Ваши уколы. Что происходит? Чего? Не хочу я делать уколы. Не верю в лечение. Подождите, ваше лечение. Давайте поговорим. Зоя, у вас кто-нибудь обиды? Это я не знаю, что... Отстаньте, ради бога. Не больно. Вы же находитесь больно. Пароксизмально возникающие эпилептические расстройства настроения, дисфории, характеризуются злобным аффектом, раздражительностью, агрессивностью больных. Только вчера все было хорошо, было хорошее настроение. Ну, а что сегодня случилось? Чего не случилось? Кто-нибудь вас обидит? Все, все, понимаешь, я это здоровый. Дисфории купируются тигретолом, садуксеном или неолептилом. Зоя, как вы теперь себя чувствуете? Да сейчас вроде ничего. Зоенька, а вы можете объяснить, на что же вы все-таки так рассердились? Что случилось? Да я сама даже не знаю. Бывает у меня такое настроение, что разорвать всех хочется, а потом даже неудобно уж. Ну, и сейчас тоже неудобно. Вы извините меня, пожалуйста. При эпилепсии рекомендуется молочно-растительная диета, исключение алкоголя и острых приправ. Трудовая терапия является одним из методов лечения психически больных и способствует к реадаптации. В зависимости от природы заболевания, сложность трудовых процессов должна быть различной. Если больной не может работать по своей прежней специальности, ему предоставляется возможность работать в условиях лечебно-трудовых мастерских, где он овладевает новой профессией. Все трудовые процессы осуществляются под контролем врача по трудовой терапии. Продолжение следует... После проведения активной терапии психозов, больные вовлекаются в различные культурные и спортивные мероприятия. Продолжение следует... Что вы читаете? Лондона. А что именно? Белый клык. Нравится? Очень. Ну, значит, вы выписываетесь? Да, сегодня уезжаю от вас. Ну что ж, очень рада. Ну, всего вам доброго. Благодарю. До свидания. Хороший пейзаж. Давно работаете над ним? Нет, недавно я его заканчивал и не закончил. А почему не закончил? Был болен. Что же мешало вам закончить его? Тоска. А сейчас как себя чувствуете? А сейчас чувствую себя нормально, хорошо. Вы еще лечитесь? Да, я еще принимаю лекарства, мелепрамин и тизерцин. А что собираетесь делать после выписки? Я полно планов и замыслов. И постараюсь это осуществить. Ну, что же, пожелаю вам всего доброго. До свидания. Светлана, как вы себя чувствуете? Хорошо. Что вы дальше думаете делать? Дальше я собираюсь поехать с папой и мамой отдохнуть. Света, с какими это папа и мама? Так, с какими, с моими, которые сюда приходят, и которых вы знаете. И что дальше думаете делать? После отдыха я пойду на фабрику, где я работаю корректором. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Лучше. А чем лучше? Ушла моя тоска. Расскажите, чем вы занимаетесь в отделении? Юляю, читаю понемногу, смотрю в телевизор. Ну, а как настроение ваше? Настроение значительно лучше. Когда вы лучше себя чувствуете? Вечером. А днем? Днем иногда наступают колебания. Вот вы читаете. Вам легко удается чтение? Удается. Все понимаете? Понимаю. Интересно читать? Интересно. Скажите, пожалуйста, как вы спите сейчас? Сплю я вполне удовлетворительно. Просковь, Кирилл, как сегодня вы себя чувствуете? Хорошо. Раньше у меня была большая тревога. Сейчас тревога ушла. Я читаю свободно книги, запоминаю прочитанную. А раньше я не могла даже одной фразы прочесть. Все меня интересует. Психотропные препараты весьма эффективны при лечении маниакально-депрессивного психоза. Вечерние часы выздоравливающие больные собираются вместе в общей гостиной. Здесь они проводят свой досуг. Играют, читают, смотрят телевизор, беседуют друг с другом. Это тоже одна из форм социальной реадаптации. Как вы чувствуете себя? Хорошо. Как настроение? Отлично. Иван Семенович, расскажите, пожалуйста, о том состоянии, что вы помните о том состоянии, в котором вы попали к нам в клинику. Ну, накануне я выпил, так сказать, много лишнюю дозу. На следующий день я выпил меньшую дозу. Ну, так, успокоился, решил отдохнуть, спать, лечь. Лег спать. Подошли трое. Толкают меня. Вставай. Я встал, свет пусил, никого нет. Смотрю, крысы, мне было очень страшно. Я их испугался. Ой, что дело с крысами? Страшное дело. Все, вот. Вот, дорогой. Острый алкогольный психоз. Белая горячка. Расстройство сознания, галлюцинации, двигательное возбуждение. Белая горячка купируется инъекциями нейролептиков с одновременным введением сердечных средств. Причина алкогольных психозов — хронический алкоголизм. Хронический алкоголизм — самая распространенная наркомания. Ее лечение складывается из комплекса воспитательных и медицинских мероприятий. «Белая горячка, что вас привело к нам?» «Мне очень хочется бросить пить». «Пьете давно?» «Давно». «Руки давно так дрожат?» «Лет два». «А похмеляетесь давно?» «Тоже столько же». «Ну, братьте сигарету. Покажите мне язык». «Общее самочувствие тяжело?» «Работать невозможно». «Работать невозможно». «Сон как?» «Плохо». «Не спит?» «Да это очень так кратко, два часа и все». «Аппетит». «А у меня вообще не было никогда». «Началу специфического антиалкогольного лечения предшествует тщательное соматическое обследование больного». «Если по соматическому состоянию проведение антиалкогольного лечения тетурамом невозможно, больному рекомендуется гипнотерапия». «Этому больному лечение тетурамом не противопоказано. Провокация алкоголем разрешена». «Дезинтоксикационная терапия предшествует лечению тетурамом». «Больные получают инсулин в малых дозах, витамины, лечение кислородом и другие физиотерапевтические процедуры». «Физический труд является также одним из методов общеукрепляющего лечения». «Ну что ж, товарищ, я пригласил вас сегодня сюда, в кабинет, для того, чтобы выяснить, как ваше самочувствие за прошедшие две недели. Как сон?» «Сон зовет, получился». «Аппетит?» «Замечательно, Аппетит». «Хороший». «Ну а выпить тянет?» «Нет». «Честно говоря». «А вас?» «Честно говоря, да». «Ну что ж, это закономерно. Мы прошли с вами лишь первый этап лечения, общеукрепляющего лечения. Нашей задачей было нормализовать вам сон, показатели сердечно-сосудистой деятельности и так далее. А теперь мы уже можем непосредственно перейти к лечению вашего страдания с помощью тетурама. Все согласны?» «Согласны». Тетурам сенсибилизирует организм к алкоголю. До алкогольной провокации тетурам назначается по грамму в течение пяти дней. Товарищи, сейчас на примере этого больного вы увидите, что может случиться с каждым из вас в том случае, если вы будете употреблять алкоголь после проведенного у нас курса лечения. Тетурам задерживает окисление алкоголя в организме на фазе ацетальдегида, накопление которого вызывает токсические реакции. Эти токсические реакции проявляются массивными вегетативными расстройствами с нарушением дыхания и сердечной деятельности. Для купирования этих состояний применяют в дыхании кислорода. При падении артериального давления сердечно-сосудистые средства, кардиамин, кофеин. А в тяжелых случаях адреналин или глюкозу со страфантином. Пролокации алкоголем необходимо повторять. Присутствие других больных имеет важное воспитательное значение. Сейчас, товарищи, вы погрузитесь в гипнотическое состояние, и вам будет произведено антиалкогольное внушение. Сядьте поудобнее. Расслабьтесь. Закройте глаза. Спать. В сон. Глубже. Приятней. Погружайтесь в сон. Спать. Алкоголь является ядом. Для нервной системы и психики. Особенно при вашем неважном состоянии здоровья, алкоголь является ядом для всего организма. Глубже в сон. Даже сама мысль об алкоголе вызывает у вас ощущение неприятной реакции. Глубже спать. Глубже. 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 Дальше. Каждый из вас берет в руки стакан. Стакан с водкой. Попробуйте понюхать. Попробуйте понюхать. Поднесите к носу. Поднесите к носу. Нюхайте. Отвратительный запах. Отвратительная реакция. Спать. Спать. В сон. В сон. Спать. Легче. Легче. Легче стало. На счет пять выйдите из состояния внушения. Однако отвращение к алкоголю останется. Останется непреодолимо. Сейчас легко. Приятно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Почувствуйте себя легче. Свободнее. Я наливаю водку. Отвратительную водку. Отвратительный запах. Водка. 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 На протяжении года у меня сильные приступы кашля и головная боль. Как же началось это заболевание? Что ему предшествовало? Ну, предшествовало сначала грипп, который я перенесла на ногах. Потом дома была неспокойная обстановка. Вот. И после этого, вот у меня как только появляется какой-то посторонний человек, начинаются приступы кашля. Это невроз. Истерическая реакция в форме насильственного кашля. Психогенно обусловленная. Ваше заболевание носит чисто функциональный характер. В клинике оно понимается как невроз. Все неврозы, которым страдаете вы, являются функциональными, являются в то же время полностью обратимыми. Они бесследно проходят и исчезают. Мы вам сейчас применим такой метод лечения, который снимет у вас все пароксизмы расстроенного дыхания, нормализует акт дыхания как таковой и устранит все... Истерические расстройства дыхания в форме лая. Эти состояния успешно лечатся гипнотерапией. Так, попрошу вас, усядьтесь по-моему, так, хорошо, облокотитесь на спинку сюда, так, дышите ровно и спокойно, совершенно не напрягая грудной клетки, так, сосредоточьтесь на моих высказываниях. Ощущение напряжения в грудной клетке, которое вы испытывали до этого, сейчас у вас исчезнет. Полевые ощущения также, которые возникали у вас, в связи с актом дыхания исчезнут. Чувство напряжения в грудной клетке начинает исчезать. Ритм дыхания становится обычным. Объем и глубина дыхательного акта также начинает нормализовываться. Дышите ровно. Метод постепенного введения в гипнотическое состояние. Вы сейчас начинаете испытывать ощущение тяжести в ваших веках. Ваш взор начинает уставать. Веки начинают становиться тяжелее. Чувство тяжести в взор нарастает с каждой секундой отсчитанного времени, с каждым ударом в ваше отбудение. Ускоренный метод введения в гипнотический сон. Не волнуйтесь. Постарайтесь успокоиться и слушать меня. Закройте глаза. Закройте глаза. Дышите спокойно. Чувствуете тяжесть. Слушайте меня. Мои руки медленно отходят назад. Вы чувствуете, как вас тянет назад за моими руками. Ваши мысли начинают путаться. Окружающий мир расплывается в сознании. Все сильнее и сильнее тянет назад за моими руками. Сильно тянет назад за моими руками. Расплываются мысли. Расплываются. Тянет. Сейчас заснете. Сейчас заснете. Засыпайте. Засыпайте. Видность знакомого человека не вызовет приступа. Сеансы гипнотерапии продолжаются до полного выздоровления. Количество сеансов и интервалы между ними индивидуально для каждого больного. Ты дышишь легко. Да. Вы засыпаете ровным, спокойным и глубоким сном. Засыпаете еще глубже. Всякие посторонние шумы утратили для вас какое бы то ни было значение. Вы различаете только один мой голос. Никогда больше никакие обстоятельства в жизни не будут выводить вас из состояния равновесия. Ведь незнакомого человека больше не вызывает приступа. Сейчас вам легко и хорошо. Настроение хорошее. Уверенность в полном выздоровлении. Ощущаете прилив физических сил. Хорошее настроение. Голова ясная и свежая. Нет вялости, разбитости, нет тяжести. Вы начинаете посыпаться. Я буду считать до пяти. С каждым счетом ощущение бодрости. Свежести будет нарастать. На счет пять вы проснете совершенно здоровый. Раз, два, три, четыре, пять. Подъем. Хорошо. Как себя чувствуете? Отлично. Вы спали длительным и глубоким сном. Этот сон принес вам полное выздоровление. Сейчас со счетом два вы проснетесь. Я считаю раз. Чувство тяжести в ваших веках, руках и ногах прошло. У вас спокойное и хорошее самочувствие. Просыпайтесь совсем спокойно, без каких-либо кашлевых толчков. Просыпайтесь. Меня беспокоит мое сердце. Я волнуюсь. Мне... Я не знаю, как, что и думать. Недавно я на записи почувствовал себя очень плохо. Я пришел на запись и стал нервничать. Не все получалось. Не все пошло гладко. И вдруг мне в этот момент, в самый ответственный момент, стало плохо. В чем это проявляется? Дрожь в теле появляется. Жара подступает. Жарко становится. И сердцебиение учащенного, которое переходит в просто сильное сердцебиение. Вот. И страх смерти меня в этот момент начинает угнетать. Это стало, к сожалению, повторяться очень часто. Настолько часто, что я даже стал бояться переходить улицу. Мне, если я оказывался где-нибудь вдали от своего дома, своей квартиры, это было... Я впадал в ужасное состояние. Особенно болезненное, так сказать, характер относило метро. Когда я садился в вагон метро, когда захлопывались двери, у меня возникали... Сразу приходил ко мне, приходили чувства страха, боязнь смерти. В больнице вы лежали? Я в больнице лежал полтора месяца. Полтора месяца. У больного невроз навязчивых состояний. Кардиофобия и клаустрофобия. В последнее время опять... Обращался я ко многим врачам. Но все мне говорят, что, в общем, после исследования говорят, что электрокардиограмма показывает. То есть особых изменений, как в сердце, нет. Я бы хотел в это верить. Алексей Сергеевич, подведем итоги. Состояние у вас тяжелое. Но я вам должен сказать одну вещь. Врачи абсолютно правы. Вот последняя кардиограмма. Она тоже совершенно нормальна. Все это огромное количество лекарств, которые вы принимали, снимается. Ну, оставим только валерьяновый корень. Из методов психотерапии наиболее рациональным, с моей точки зрения, будет аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка даст вам возможность в трудных для вас ситуациях научиться владеть своими эмоциями, управлять своим физическим состоянием. И самое главное, снять чувство страха. Именно аутотренинг, это метод, который вы осуществляете. Это не гипнотерапия, когда проводится внушение, и дается вам приказ, который вы должны выполнять. Это метод самостоятельной тренировки. Это вы должны помнить. Итак, товарищи, мы сейчас с вами начнем занятие по аутогенной тренировке. Для того, чтобы вам было ясно, я покажу, какую позу вы должны принять. Разрешите, пожалуйста, на одну ночь. Тело все должно быть расслаблено. Для этого вы принимаете так называемую позу кучера. Голова в это время приспущена. Руки друг к другу не прикасаются. И глаза ваши закрыты при этом. Начинайте делать. Вот так, хорошо. Руки держите свободнее. Я буду произносить фразу. Вы будете за мной ее повторять. Про себя. Старайтесь повторять, соблюдая мои интонации. Итак, начинайте. Мое дыхание ровное, глубокое, спокойное. Повторяйте. Мое сердце бьется ритмично и равномерно. Мышцы всего тела расслаблены. Я совершенно спокойный. Моя правая рука тяжелая. Моя левая рука становится тяжелой. Я чувствую себя совершенно спокоен. Я спокоен. Курс аутогенной тренировки должен быть длительным и непрерывным. В течение двух месяцев вы ежедневно занимаетесь. Вы научились успокаиваться. И нам нужно с вами сейчас овладеть самым важным. Вы должны научиться в очень сложных для вас ситуациях. Разных для каждого из вас. Вызывать у себя состояние спокойствия. Вы видите эту ситуацию и внушаете себя очень активно. При этом вы сосредотачиваетесь, собираетесь. Я спокоен. Мое дыхание ровное, глубокое, спокойное. Мое сердце бьется ритмично, равномерно. Я совершенно спокоен. Делайте глубокий вдох. Выдох. Вот, товарищи. Мы с вами закончили сейчас курс аутогенной тренировки, которой вы должны будете заниматься еще в течение длительного времени. Ну, как дела, Алексей Сергеевич? Прошло три месяца. Как вы себя чувствуете? Я уже чувствую себя значительно лучше. Совсем хорошо. Я начал работать с полной отдачей сил. В метро, в транспорте я уже не боюсь. В метро, в автобусы, мне это теперь уже не страшно. Очень страшно. Вот. Работаю, как я уже говорил. Так что мои страхи исчезли. Мне это очень приятно. Скажите, пожалуйста, Алексей Сергеевич, сколько раз в день вы занимаетесь сейчас? Я, как всегда, я всегда занимался и занимаюсь не меньше трех раз в день. От трех до пятнадцати минут сеанса. Да. А в тех ситуациях, где вы ощущаете волнение, какое-то беспокойство, вам удается сейчас вызывать состояние спокойствия, нормализации дыхания, пульса? Почти всегда. Удается почти всегда. За редкими исключениями. Иногда, так сказать, если условия не позволят, там не позволяют. Да. Ну, очень редко. Да, очень хорошо. Широкие возможности современной активной терапии психических заболеваний позволяют возвратить больного обществу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok